Татьяна Полякова. Последнее слово. За мной. Как мы умудрились перепутать чемоданы? Ума не приложу. Конечно, они были совершенно одинаковые. Кожаные, чёрные, с полосой металлического цвета. Таких чемоданов в поезде не один десяток. Состав неспеша подбирался к вокзалу, и я выставила чемодан поближе к двери купе. А сама, положив сумку на колени, устроилась возле столика и таращилась в окно. Сердце неожиданно забилось, часто-часто. Точно мне предстояла встреча с любимым человеком после долгой разлуки. А губы сами собой сложились в улыбку. Мне не терпелось выйти на перрон, вздохнуть полной грудью, а потом идти куда-нибудь, радуясь знакомым местам и подмечая перемены. Наташенька, да вы волнуетесь. Улыбаясь, заметил Геннадий Сергеевич, мой сосед по купе, очень милый человек с манерами старого барина. Волнуюсь, кивнула я, даже самой удивительно. За двенадцать лет многое изменилось, вздохнул он. И все же надеюсь, что город вас не разочарует. Вагоны замерли, потом дважды дернулись и очень медленно подползли к перрону. Ну вот, Геннадий Сергеевич достал свой чемодан, улыбнулся, точно желая меня подбодрить, распахнул дверь купе и подхватил оба чемодана. Что ж, Наташенька, с возвращением на родину. Спасибо. Я шагнула вслед за ним, повесив на плечо сумку. Геннадий Сергеевич, вы не беспокойтесь, чемодан я сама понесу. Нет-нет, обижаете. Молодая женщина с большим чемоданом в окружении мужчин? Мое сердце не выдержит такого зрелища. Так что, сударыня, хотите вы того или нет, а я вас немного провожу. Конечно, если вы доверяете свою собственность такому типу, как я. Он засмеялся, а я, продвигаясь вслед за ним к тамбуру, хмыкнула и сказала в ответ. На подозрительного типа вы совершенно не похожи. Вот и отлично. Пассажиры покидали поезд. Кто-то улыбался, кто-то хмурился, суетливо оглядывался, высматривая родных на перроне. Мне высматривать было некого, но все равно я вертела головой и неизвестно, чему улыбалась. Вокзал был новым. По крайней мере, раньше он выглядел иначе. Приземистое здание с колоннами и широкой лестницей, узкие стрельчатые окна с лепниной, по фасаду затейливый орнамент из пятиконечных звезд, лент и снопов пшеницы. В детстве я любила его рассматривать в ожидании электрички, когда мы отправлялись на дачу в пятнадцати километрах от города. — Гена! — услышала я совсем рядом и вздрогнула от неожиданности. Высокая женщина с пышной прической появилась откуда-то сбоку. Геннадий Сергеевич поставил чемоданы и с улыбкой обнял ее. — Как доехал? — торопливо спрашивала женщина. — Как твой желудок? Ты лекарства принимал? — Разумеется! Геннадий Сергеевич слегка отстранился и повернулся ко мне. — Наташенька, это Софья Васильевна, моя супруга. — Очень приятно. — кивнула я. Софья Васильевна взглянула на меня мельком и подхватила мужа под локоть. — У Сашеньки неприятности, представь! — Подожди, Соня! Геннадий Сергеевич вновь повернулся ко мне, а я торопливо подхватила свой чемодан. — Спасибо вам большое. Дальше я сама. — Давайте я донесу ваш чемодан до стоянки такси, — предложил мой любезный попутчик. — Нет-нет, не беспокойтесь. Мне нужно позвонить. Думаю, на вокзале есть таксофоны? — Конечно, есть, — поддержала Софья Васильевна. Мы простились. Геннадий Сергеевич с супругой направились вдоль перона к стоянке такси, а я, толкнув тяжелые двери, вошла в здание вокзала, огромного, гулкого, со скользкими мраморными плитами под ногами. Я шла, хлопая по щиколотке тяжелым чемоданом, и высматривала телефон. Сумка то и дело соскальзывала с плеча. Надо было засунуть ее в чемодан. Немного денег на такси оставить в кармане. Одна рука будет свободна, и с чемоданом станет меньше проблем. Тут я увидела таксофоны и направилась к ним. Для весеннего времени на вокзале было не так уж многолюдно. Может, от того, что сезон отпусков еще не начался. Я приткнула чемодан у стены, в кассе купила жетоны, стараясь не терять чемодан из виду. Достала из сумки записную книжку и авторучку и набрала номер городской справочной. Меня интересовали гостиницы. Кататься по городу с тяжелым чемоданом представлялось глупым, поэтому я решила для начала справиться по телефону, где есть свободные номера. В первой же гостинице мне повезло. Номера были, причем по скромной цене, как раз то, что мне нужно. Гостиницу «Заря» я хорошо помнила. Разумеется, если ее за это время не успели перестроить, как железнодорожный вокзал. Пятиэтажное здание почти в центре города, тоже с колоннами и лепниной по фасаду. Застройка центра в основном пришлась на 50-е годы, и это наложило печать на его облик. Устроюсь в гостинице, приму ванну, а потом отправлюсь на пешую прогулку по городу. Весь день сегодня можно бездельничать. Надо, конечно, заняться поисками квартиры и попробовать узнать, как здесь насчет работы, но это все завтра. Радуясь тому, что пока все складывается удачно, я переложила паспорт и сотенную купюру в карман джинсов и открыла чемодан с намерением убрать в него сумку. Вот тут меня и ждал сюрприз. Чемодан вовсе был не моим. — Ну, надо же, — простонала я. — Вот тебе и повезло. Не зря говорят. Хочешь, чтоб везение тебе изменило, вспомни о нем. Язык-то без костей. — Копаться в чужом чемодане неприлично. Только что же поделаешь, раз я должна как-то найти его владельца. Хотя всю дорогу мы с Геннадием Сергеевичем мило беседовали и даже успели поведать друг другу истории своих жизней, однако я не знала ни его фамилии, ни где он живет, даже номер и телефон он не оставил. И теперь я надеялась только на то, что в чемодане окажется паспорт или иные бумаги, позволяющие найти Геннадия Сергеевича в большом городе. И спросив у Господа благословения и поддержки, я принялась рыться в чемодане. Господь благоволил ко мне. В кармашке с левой стороны лежала записная книжка, а в ней визитки. С облегчением я прочитала «Соломахин Геннадий Сергеевич» и номера телефонов, служебный и домашний. Я торопливо набрала номер, но телефон ответил длинными гудками. Неудивительно, если Геннадий Сергеевич живет далеко от вокзала, то он не успел добраться до дома даже на такси. Ничего страшного, сказала я себе и устроилась на скамейке. Главное, что телефон у меня есть. Я взглянула на часы, достала из сумки книжку и приготовилась терпеливо ждать. Но читать так и не смогла. Смотрела за окна на вокзальную площадь, торопливо проходящих мужчин и женщин, сквер слева с большим фонтаном, голубей, важно расхаживающих по тротуару, троллейбусы с гулом, проносящиеся мимо, и памятник Ленину в самом центре площади. Может, сдать чемодан в камеру хранения и немного прогуляться? На то, чтобы приехать на вокзал, Геннадию Сергеевичу потребуется время. Нет, лучше держаться ближе к телефону. Вдруг он живет недалеко и вскоре окажется дома. Хоть я и уговаривала себя быть терпеливой, но то и дело вскакивала со скамейки и звонила. В один из таких моментов мне и показалось, что кто-то пристально наблюдает за мной. Я набрала номер и вдруг непроизвольно поежилась. Чувство было такое, будто кто-то сверлит взглядом мой затылок. Я торопливо обернулась, выискивая любопытного. Не так много пассажиров, ждущих отправления своих поездов. Кто-то дремлет, кто-то читает, кто-то смотрит в окно, как я. Никому до меня никакого дела. И все-таки странное чувство не проходило. Я вернулась на скамью, сделала вид, что читаю, а сама принялась обшаривать глазами пространство перед собой. Совершенно никакого интереса к моей особе. Чепуха, вздохнула я. Даже если кто-то и смотрит, что с того? Человек, как и я, мучается бездельем, вот и пялится в чужую спину. Чудаков хватает. Однако мысли эти не успокаивали, а необъяснимая тревога все нарастала, поэтому в очередной раз, набрав номер телефона, я невероятно обрадовалась, услышав голос Геннадия Сергеевича. Наташенька, какая вы молодец, сказал он. А я, старый дурак, умудрился перепутать чемоданы. Но что ты будешь делать? Геннадий Сергеевич, вы извините, мне пришлось в вашем чемодане покопаться. Слава Богу, что визитки были там, не то пришлось бы мне рыскать по всем гостиницам в поисках красавицы Натальи, фамилии которой я не знаю. Наташенька, простите, старика, я через полчасика подъеду. Не торопитесь, Геннадий Сергеевич, я в зале, где кассы на поезда дальнего следования, возле таксофонов. Геннадий Сергеевич приехал даже раньше, через двадцать пять минут. В окно я видела, как возле ступени остановились синие жигули. Из них показался Геннадий Сергеевич, а за ним толстый-толстый дядька. Он открыл багажник и достал мой чемодан. На радостях я подхватила чемодан Геннадия Сергеевича и бросилась к выходу. Здесь мы и встретились. Наташенька, ради бога, извините. Ничего страшного. Главное, что мы быстро нашлись, улыбнулась я. Мы обменялись чемоданами, посмотрели на них и засмеялись. Опять бы не перепутать, покачал головой Геннадий Сергеевич. Вы решили, в какую гостиницу поедете? Да, в Зарю. Это немного не по пути. Начал он, но я перебила. Нет-нет, спасибо, я доберусь. Не то мы в самом деле опять чемоданы перепутаем. Стоянка такси в трех шагах. Еще раз, спасибо. Это вам спасибо, сказал он и направился к синим жигулям, а я к стоянке. День был жаркий, несмотря на конец апреля. Пройдя метров тридцать, я остановилась и сняла плащ, перекинула его через руку. Но так обе руки оказались заняты, и я решила убрать его в чемодан вместе с сумкой. Она продолжала сползать с плеча и уже начала действовать на нервы. В общем, я добрела до скамейки, поставила на нее чемодан, и... кто-то вдруг толкнул меня и рванул сумку так, что ремешок выскользнул из рук. Я вскрикнула, качнулась и, повернув голову, увидела спину мальчишки, который со всех ног улепетывал по тротуару, размахивая моей сумкой. «Стой!» отчаянно крикнула я. Хотела было броситься за ним, но вспомнила про чемодан и только тяжко простонала. В этот момент от толпы, ждущей сигнала светофора, отделилась женщина. Мальчишка как раз поравнялся с ней. Он намеревался пересечь площадь, не обращая внимания на светофор. Но женщина ловко выставила ногу, шустрый воришка споткнулся, едва не упал, уронил сумку. Женщина молниеносно ее подхватила, а мальчишка, восстановив равновесие, бросился бежать под громкие крики толпы. Женщина направилась в мою сторону, а я с облегчением вздохнула. «Ваша?» спросила она, протягивая сумку. «Моя, спасибо, я даже сообразить не успела». «Хорошо, что следом за паршивцем не кинулись, остались бы без чемодана. Зевать здесь нельзя, такие специалисты работают, что только диву даешься». «Спасибо», еще раз повторила я, глядя на женщину с большой признательностью и понятия не имея, как ее словесно выразить, разве только еще раз пять повторить, все тоже спасибо. Женщина была лет на семь старше меня. Дорогой костюм, модная стрижка. В ней чувствовались уверенность и желание повелевать. Она тоже оценивающе разглядывала меня, улыбаясь краешками губ. Я наконец-то убрала злополучную сумку и плащ в чемодан, и теперь в нерешительности переминалась с ноги на ногу. Уйти вроде бы невежливо, а продолжать разговор мне не хотелось. Я покосилась в сторону стоянки такси. «Издалека?» спросила женщина. «Из Душанбе», ответила я, а она по-мальчишески свистнула. В командировке были. «Нет, жила там, а вот теперь сюда». «В отпуск?» «Как получится?» «Вообще-то, думаю, навсегда». «Я здесь родилась». «Остановиться собираетесь у родственников?» «У меня здесь даже знакомых нет. Поеду в гостиницу». «Заря, это ведь в центре?» «Я не путаю?» «Не путаете. Идемте со мной», вдруг сказала моя новая знакомая. «Я на машине. Мне как раз в центр надо. Довезу. Чемодан у вас на вид тяжелый». «Спасибо. Я на такси», торопливо заверила я. «Да бросьте вы. Мне же это ничего не стоит». Она сделала несколько шагов, оглянулась, подмигнула весело и махнула рукой. Подхватив чемодан, я зашагала следом. По ту сторону площади, неподалеку от сквера, располагалась стоянка ликовых автомобилей. Женщина уверенно направилась к ярко-красному опелю по виду совершенно новому. «Машину водите?» спросила она, заметив мой заинтересованный взгляд. «Да, у меня были «Жигули», пятая модель. Пришлось продать». «Что так?» удивилась женщина. «Я пожала плечами». «Деньги нужны. Я ведь собралась сюда перебираться, да и перегонять машину в такую даль смысла нет». «Это точно». Она убрала мой чемодан в багажник и открыла передние двери. Мы сели, пристегнулись, и женщина завела машину. «А я маме билеты заказывала». «Ни с того, ни с сего», сообщила она. «Мама у меня на юг собралась, в Сочи. Говорит, в мае народу поменьше, купаться она не любит, а загорать в самый раз». Я кивнула, не зная, что ответить на это. «Меня Светланой зовут». Вдруг спохватилась женщина. «А меня Наташей». Представилась я и добавила. «Очень приятно». Она лихо вырулила со стоянки и на весьма приличной скорости покинула вокзальную площадь. «Значит, вас на разведку послали?» Через минуту поинтересовалась она. «Устроитесь, а там и семейство переберется». Говорят, в Душанбе неспокойно, русские уезжают. «Неспокойно», вздохнула я. «Только все мое семейство – это я». «Как так? А родители?» «Отца я с пяти лет не видела, даже не знаю, где он. Мама умерла, когда я еще в школе училась. Вот бабушка и забрала меня в Душанбе». «Она там во время войны оказалась, в эвакуации. Дед погиб. В родни, ни там, ни здесь. Вот бабуля решила не покидать насиженное место. А мама здесь училась и замуж вышла. Потом я родилась». «А что с бабушкой? Умерла?» «Да, это зимой», – кивнула я и отвернулась. Я предпочла бы молча смотреть в окно, но получилось бы неприлично. Светлана вернула мне сумку, любезно предложила подвезти. Так что хочешь, не хочешь, разговор поддерживать надо. «А по специальности вы кто?» Продолжала любопытствовать моя спутница. В Душанбе работала в аэропорту, в таможне. «Образование высшее?» «Да, я в Ленинграде училась». «А чего там не остались?» «Не знаю», – пожалая я плечами. «Прежде всего из-за бабушки. Она никуда уезжать не хотела, а одной ее не оставишь. Но теперь, когда ее нет...» «Мне всегда хотелось сюда вернуться», – уклончиво ответила я, надеясь, что больше мне ничего не придется объяснять. Это был город моего детства. Он казался мне необыкновенно красивым, солнечным, светлым, и было такое чувство, что только здесь меня непременно поджидает счастье. «А вы знаете, у меня друг, начальник на местной таможне. Если хотите, я с ним поговорю». «Правда?» – не поверила я. «Конечно. Обещать ничего не могу. С работой сейчас сами знаете как. Но если будет возможность...» «Спасибо вам». Торопливо поблагодарила я и всерьез подумала. «Может, вправду мне здесь повезет. По-настоящему». «Подождите, спасибо говорить», – засмеялась Светлана. «Я еще ничего не сделала. К тому же мой приятель, тот еще тип, работать с ним не сладко». «Я работы не боюсь», – заверила я. «А начальство хорошим не бывает. На то оно и начальство, чтобы было кого добрым словом поминать». «Это точно», – согласилась она. Объехала маленький круглый сквер с клумбой в центре и притормозила. А я с волнением узнала гостиницу «Заря». За двенадцать лет здание ничуть не изменилось. Даже стены были выкрашены в тот же блекло-зеленый цвет. И мокрые потеки на фасаде тоже как будто остались с прежних времен. «Ну вот», – сказала Светлана. «Надеюсь, с номером проблем не будет?» «Не будет». Я торопливо кивнула. Я уже звонила. «Что ж, тогда всего доброго». Она помогла мне достать чемодан, а потом, вернувшись в машину, записала на листке бумаги номер телефона. «Вот, позвоните мне. Я почти всегда дома. Я художница. Мне ваше лицо понравилось. Очень бы хотелось его нарисовать». «Спасибо. Должно быть, в сотый раз за двадцать минут», – сказала я. Помахала рукой и стала подниматься по лестнице, слыша, как за моей спиной заработал мотор Опеля. Я еще раз оглянулась, и Света, выезжая со стоянки, помахала мне в ответ. Вместо безграничной признательности я вдруг почувствовала странное облегчение и самой себе попеняла. Бабушка была права. Ты дичаешь. Поговоришь с человеком несколько минут и уже норовишь поглубже в нору забиться. Дремучий ты человек, Наташка. Дремучий или нет, но в обществе я и в самом деле не очень нуждалась. На работе было шумно, людно, постоянное напряжение. От того дома хотелось тишины и одиночества. Ситуация в Душанбе в последние годы к поздним прогулкам по городу не располагала. Общение с друзьями в основном сводилось к болтовне по телефону. Холл гостиницы выглядел пустынно. В углу, возле окна, сидели двое мужчин в форме летчиков. Возле газетного лотка стояли женщины, что-то разглядывая, а администратор за стойкой откровенно скучала. Может, поэтому мне она обрадовалась и пока я заполняла бланк, приветливо улыбалась. Я получила одноместный номер на третьем этаже. Помнится, когда-то эта гостиница считалась лучшей в городе. По фасаду вечерами вспыхивала неоновая надпись «Интурист», но, как видно, все это осталось в прошлом. Номер, в котором я оказалась через несколько минут, наводил на мысль не об «Интуристах», а отщете всего сущего. Обои на стенах давно выцвели и лишились первоначального рисунка. Остались только нелепые разводы коричневого цвета. Коврик на полу протерся до дыр. Стандартный набор мебели, кровать с розовым покрывалом, кресло, стол, шаткая тумбочка, а на ней цветной рекорд. По виду мой ровесник. Кран в ванной подтекал, вместо туалетной бумаги старательно нарезанные кем-то листы для заметок. «Чудеса!» покачала я головой, глядя на это достижение гостиничного сервиса, и добавила громко. «Ты ведь и не надеялась, что тебя здесь ждут все блага земные и принц-красавец на белом коне в придачу».